всем привет сегодня мы готовим баурсаки это национальное угощение к чаепитию казахской национальной можно сказать и во многих других есть кухнях мира начинаем из теплого молока туда выкладываем сухие дрожжи активные хорошенько вымешиваем необходимо чтобы наши дрожжи вымокли и практически растворились для активизации вообще всей этой реакции добавляем туда сахар песок сахар сахарный песок столовую ложку также вымешиваем и уже вы знаете при на при первых секундах начинается реакция появляются пузырьки но для приготовления опары мы сейчас хотим приготовить опару для этого необходимо еще ложку добавить ложку муки вот это мы приготовили заготовку для баурсаков вот такая заготовка заготовка опары для баурсаков через некоторое время опара наша уже поднимется вот она поднялась теперь нам нужно в эту же опару начать добавлять другие ингредиенты начинаем с яйца также я добавляю разрыхлитель необязателен также приготовим муку накладываем муку и соленую теплую воду почему соленую воду потому что многие добавляют соль прям сразу в муку и она может не раствориться и будет очень но это будет одна из грубейших ошибок у вас получится невкусно баурсаки а получится у вас как крокер с солью поэтому необходимо соль размешать растворить именно в теплой воде теперь вымешиваем каждый раз добавляем муку и нашу соленую воду муку добавляем соленую воду то есть тесто у нас должно получиться мягкое вот мы ее вымешиваем после того как у нас получилось очень аккуратный такой сочи мы должны его всегда накрыть полиэтиленовым мешком полотенцем и так далее и оставить чтобы наше тесто поднялось но ненадолго потому что она может перекиснуть вот мы до сих пор еще вымешиваем затем она уже вот тут она слишком мягко мы добавили немного муки вот рукой вымешивать некоторые вымешивать лопаточкой но я этого не приемлю вот наш сочи мы его должны накрыть накрыть вот он на дне у нас накрываем мешочком и накрываем полотенцем он должен находиться в тепле вот через 15-20 минут некоторые ставят на большую так как дружи активно не очень быстро поднимается тесто вот оно уже тесто у нас поднялось вот теперь что мы делаем теперь вынув это тесто но очень мягкое видите мягкое вот до кондиции такого мягкого пластилина так значит теперь нам нужно раскатать тесто у нас живое сопротивляется вот теперь нам нужно раскатать в тонкий пласт диаметром где-то тонкий пласт в один сантиметр приблизительно вот если вы сделаете тоньше или наоборот толще это у вас уже не получится все весь секрет в этом заключается когда тесто наше дрожжевое будет толщиной в один сантиметр он у нас поднимется в пышечку такую аппетитную мы раскатали тесто затем можно разрезать ножичком можно просто руками как бы маленькие лепешечки ру и руками раз это самое раз разминать но как-то вот классический вариант я вам показываю это когда тесто раскатываешь а также дальше из него вырезаешь такие кружочки стакана стакана можно любой любой железной формочкой вот они кружки вырезаны пока мы до вырезаем как бы кружочки со всего теста первые наши кружки будут потихоньку дозревать вот рядом на газовой плите у нас находится сковородка которую мы будем разогревать затем туда зальем масло растительное и начнем по очереди выпекать жарить в масле масло с очень большого количества не нужно вот значит наши кружки наше масло вот я вам показываю таким образом выкладывается в масло и и они буквально на глазах у вас превращаются в такие пышечки если они у вас вот так не будут подыматься значит вы совершили какую-то ошибку в приготовлении или опары или в замесе тесто если вы сделали так как я вам объясняю и показываю то у вас должно получиться вот таким образом теперь мы переворачиваем и представьте какие у нас ароматные и румяные просто восхитительные получились баурсаки эти баурсаки я готовлю с детства по рецепту своей бабушки калыш калыш а по поэтому этот рецепт как говорится передовывается у нас из поколений в поколений затем готовые пожаренные баурсаки нужно выложить в тарелочку некоторые выкладывают на салфетку но потом от того что она выкладывается на салфетку для по моим ощущениям он быстрее остывает а баурсаки должны быть горячей и вот таким образом пока выжаривается вторая порция первая порция должна находиться тарелки и ни на какой бумажной салфетке на ней должна находиться иначе потеряется неповторимый вкус казахских борсаков знаете вот видите как они моментально набухают затем переворачиваем вот и поочередно вынимаем не нужно жарить их до черноты но и в то же время белыми не по прожарению вытаскивать торопиться тоже нельзя вот они наши колотки казахские баурсаки таким образом не надо протыкать их вилкой аккуратно поднимать поднимать снизу когда вы снизу поднимаете вот таким образом масло которое может находиться оно вытекает на сковородку на вашу вот еще последний раз показываю как это выкладывается как она в масле будет у вас набухать наши баурсаки баурсаки подаются к чаю любому блюду они являются очень вкусным угощением казахской национальной кухни вот они наши пышечки видите это очень вкусно экономно много масла не нужно много продуктов не нужно все делается очень быстро и очень получается очень вкусный результат теперь хочу вас еще раз попросить не забыть зайти подписаться на мой канал еда за минуту и действительно попробуйте приготовить мои баурсаки последние это у нас лепешка или по-казахски ее называют щельбек вот этот вот казахский щельбек тоже если он вот так не надулся значит он не получился у вас вот затем мы и переворачиваем не нужно ни в коем случае прокалывать вот пожалуйста румяные вкусные ароматные казахские баурсаки приятного аппетита если кому-нибудь помог мой рецепт прошу милости прошу вас на мой канал еда за минуту